Всем привет! Сегодня я расскажу, как я сравнивал радиотехника S50B и против Vega 50 S106 с басовиком 10MAS. То есть не с родным басовиком 35GDN, а с динамиком 10GD30E от колонок 10MAS, с которыми эта Vega звучит лучше. Суть в том, что в родном виде с 35GDN, то есть с заводскими динамиками, Vega 50 S106 у меня сравнивалось и с радиотехникой S50B, и там с S90 всякими разными. Много раз в старых видео, где-то года два назад или более. Так что там все давно ясно, что 50 S106 это худшие колонки советские, худшие, просто хуже не бывает. Ну, по крайней мере, в таком размере, из трехполосных. Даже 25 S309 звучит получше, чем вот эта Vega. Но другое дело, что в 309 у меня было две пары, в них в обоих были какие-то проблемы с фильтрами, то есть там такая сборка, что вообще там туда-сюда все путают, подключение и прочее. Но после ревизии, после приведения как бы всех этих ошибок, исправления в заводскую эту, 109 или 309, она звучит получше, чем даже 50 S106. Ну, чуть-чуть, но получше, несмотря на то, что она считается как бы классом ниже. И 50 S106 к ней относится, и к 25 S109-2, и 50 S104 это все одни и те же колонки. И они звучат одинаково, абсолютно. Там чуть-чуть, те чуть ярче, те чуть тише, потому что, ну, а так это одно и то же. Короче, 50 S106, это, я их не люблю, это самые, ну, отвратительные, плохие, гнусные, невнятные колонки, какие только бомнящие даже на басах. Какие только бывают из советских. Просто, не знаю, какой-то продукт маркетинга, скорее всего, ее сделали такой, для того, чтобы она не могла конкурировать с S50B. Потому что S50B это радиотехника, а радиотехника это более премиальный бренд, чем Vega. Vega начального уровня бренда, и, видимо, так как динамики тут, ну, вот в радиотехнике динамики не лучше, они примерно такие же. То есть басовик такой же, точно той же самой модели, что в Vega. Причем радиотехника на эту модель S50B заказывала басовики, именно производство было в Vega, в Бердске. Они присылали в Латвию, вот, типа, басовички для ваших S50B. Ну, я такое слышал. То есть радиотехника не производила эти динамики низкочастотные. И, ну, там S-C как бы чуть-чуть другое, но в V-C вообще хуже, чем на Vega, например. Но при этом все говорит о том, что у них должен быть звук, ну, хотя бы на равных. Потому что технологии одинаковые используются. Но в Vega, видимо, специально взяли, или, ну, или они такие вот криворукие, или они специально им дали команду, чтобы испортить звук, чтобы он был хуже, чем у более дорогой модели на таких же почти что динамиках. Поэтому 50 S106 и их родственники, вот, там, 109-2, S104, это отстой. Отстой, который, ну, чисто так, только фоном, там, когда ты пьяный, можно слушать, например. А так-то, ну, бас какой-то есть, там, что-то, я не знаю. Это может быть, да даже без опыта, даже если просто их, вот, это будут первые колонки ваши. Вот они у меня были одни из первых колонок, и они мне не понравились. Даже с хорошим усилителем. Ну, дело вкуса, правда. И, короче, в прошлой серии я поменял басовики. Поставил, ну, просто наугад от 10 масс. Они тоже 8-омные, они такого же размера встают туда в родные места. Правда, они не на 25 ватт, а на 10 ватт, то есть они, как бы, менее выносливые, получается. От 10 масс колонок такие есть, двухполосные настольные. Ну, тут кобальтовый магнит, поэтому он звучит лучше. Короче, с динамиками от 10 масс, которые сейчас здесь стоят, Vega стала лучше, чем с родными 35 GDN. Заметно лучше, как-то более так. Ну, с родными она вообще как болото звучит, а с этими чуть музыкальней. Даже не чуть, а так заметно музыкальней, заметно динамичней там и так далее. То есть улучшение налицо. Но насколько, вот по сравнению с тем днищем, что было, конечно, это улучшение. Но сможет ли оно действительно с признанными, так сказать, лидерами жанра с S50B, например, поспорить? Вот сегодня я решил это выяснить. И у меня вообще по плану были еще 35 AS1. Ну, как разновидность S90 поставить. То есть сравнить с S50, я надеялся, что Vega с динамиками 10 масс, в принципе, она мне понравилась, как она звучит именно по сравнению с тем, что было. Потому что было совсем плохо. Но в сравнении с S50B, оказалось, что S50B очень легко ее выигрывает. То есть, несмотря на все улучшения, да, Vega стала лучше благодаря такому тюнингу динамикам от 10 масс. Но все равно она, если ни с чем не сравнить, ну, как бы, ну, лучше и хорошо, и ты этому радуешься. Но в сравнении с метрами это фигня полная. То есть я первыми сегодня слушал S50B. Довольно приятно звучат, хорошо сделаны, сбалансированы. Несмотря на то, что пищалочка такая, как на S30, такая, она довольно ядовитая. Но она в целом как бы не сильно на себя забирает внимание и звучит. Мне вот нравится S50B, они всегда, несмотря на то, что первое видео по ним у меня какой-то там обзор был, он был какой-то такой непонятный, типа, что-то я пытался там изобразить. Они хорош или нехорошие, типа, я не знаю, да, на тройку с плюсом. Но со временем понимаешь, что лучше них в этом размере ничего в советском не было. Из советских. Ну, может быть, только более дорогие, там, 0,27 амфетон или электроника 0,33. Ну, те получше, наверное, будут. Но те в динамике совсем другие. Низкочастотные, высокочастотные были наворочены. Поэтому S50B хороши. И на разных жанрах, там, вот, и на инди-музыке, ну, под современную какую-то такую агрессивную поп-музыку там, может быть, как и любая винтажная техника, они не очень сильно подходят хорошо. А такое мелодичное, да, пожалуйста, вот играет. Ну, рок-металл я сегодня включил. Конечно, это тоже не про них, то есть, как бы, они этот жанр не очень разборчиво играют. Самое главное, что разборчивость теряется. Ну, более-менее тоже можно слушать. То есть, S50 выступили хорошо. Такие не то, чтобы прям какие-то отличные, но неплохие колонки, которые, в общем, играют примерно, как и старшие с 90. Даже, может быть, в чем-то их мягче, лучше, чем... Ну, не лучше, но примерно, короче, в случае не только S50B, у них есть какая-то своя изюминка. А в отличие от больших, у больших как-то они более танцевальные. Эти чуть музыкальнее, может быть. Ну, я такой думаю, сейчас я включу эту вегу на 10 масс динамиках, и она хотя бы сможет хоть немножко как бы конкурировать с S50B. Оказалось, что нет, совершенно полная дрова по сравнению. То есть, несмотря на то, что басовик лучше, да, улучшилась нижняя середина там и так далее, бас не такой ватный стал. Ну, звук вот именно по средним, высоким, по средним глухой, ну, по высоким тоже приглушенный, потому что там этот 10 ГДВ. Понятно, что в веге стоит резистор с завода там 5 Ом, но это не так много на средний частотник. Можно его убрать и сделать поярче будет звук и так далее, по средним. Мне кажется, дело даже не в этом, а просто в самом качестве фильтров там, в том, ну, в схеме, как это все придумано или что. Оно более глухое, не так объемно, не так живо, то есть, как из ведра играет вот так вот. Хотя, когда вот я просто их слушал сами по себе, мне даже нравилось в чем-то. Я говорю, что это даже какое-то удовольствие доставляет. Ну, потому что, не знаю, как у кого, у меня, например, чтобы иногда, чтобы понять, что вот что-то, ну, то есть, как бы уровень нужно сравнивать. То есть, в памяти не особо удерживается. Вот сравнил, и ты понял, какие лучше. А так, заочно, это, как бы, ну, я все равно слышал, что Vega, как бы, не шедевр. Такой провал, и тут вытаскивать еще 35S1, как третьего участника, я передумал, потому что, что тут... 35S1 будет на уровне S50B играть явно не хуже. И Vega все равно, ну, как бы, не конкурент. Не радиотехники 35S1, не S50B, она всем продует. Это как было отстой, так и осталось. Но с басовичками от 10MAS этот отстой все-таки гораздо лучше, чем тот, какой он изначально является. Поэтому, если вы где-то, наверное, на Авито, а я вот, например, может, эти Vega даже буду продавать. А на них иногда такие смешные цены пишут там, типа, как будто это что-то стоящее. Ну, если у вас есть где-то возможность купить S50B, то, конечно, она в сто раз лучше, чем Vega. Ну, раза в два так точно там. Хотя S50B не бывает сильно дешевая, но вот она намного лучше. Vega это дрянь, и если их только покупать, и Vega только, я не знаю, может быть, для экспериментов там. Из них можно сделать, наверное, колонки какие-то, но это очень дорого и трудно. Потому что здесь надо переделывать много чего, практически все. Здесь, мне кажется, не оптимальные фазоинверторы, длина труб. Потому что она как-то так подбубнивает. Вот S50B, например, более четко бас играет. Причем не только на 10MAS динамиках, на любых, на своих родных тоже. Которые, кстати говоря, точно такие же, как у S50B. Что еще здесь? Ну, динамик среднечастотный, веговский, он тоже как бы не фонтан. Он все-таки, может, даже похуже, чем его рижские аналоги. Вот 15GD выпущены на радиотехнике там или на амфетоне. Мне кажется, это им немножко уступает именно веговское. Потому что там резиновый подвес такой тут толстый. Пищалка только. Короче, получается, покупая Vega 50 S106, зачем вы ее покупаете? Если просто так, чтобы что-то как-то играло. И не жалко было, ну да. А вот улучшать ее, это надо купить фильтра или сделать самостоятельно, что вообще не каждый сможет. Купить готовое от какой-нибудь S90, но это тоже в копеечку. Этот как бы стоит там 2-3 тысячи за фильтра, за пару, допустим. Ну, 2, допустим, да. Так как фильтра у S90 по средним высоким подходит, по сопротивлению. А вот по басовику не подходит, потому что там S90 4-омный, а здесь 8-омный. Что с этим делать? Непонятно. Искать? Ну, или оставлять, допустим. Не, можно, конечно, оставить типа родной фильтр на басы, как вот AcousticLand сделал канал. То есть родной на басы остается, а на СЧВЧ от каких-то других более приличных колонок. Там от радиотехники, например. Ну, и то, что здесь среднее приглушено. Но это как бы я... Когда я сравнивал с S90 когда-то там, несколько лет назад. Я помню, что когда на S90 стоишь то ли на минус 3, то ли на минус даже 6. Возможно, даже на минус 6. То получаем примерно такой же звук по средним, как на веге. То есть очень сильно приглушенный. И так-то само по себе оно не сильно заметно, а вот после радиотехники заметно. А то я еще когда-то ворчал, что у радиотехники S50 типа глухие СЧ, но это неправда. Там довольно ровный звук. Глухие они вот на веге. Невыразительные такие. То есть S50 по-музыкальнее звучит. Более открыто, более интересно, более динамично. Более ласково. S50 хорошие. S90B еще лучше. Ну-то прям удачно. Ну, S30 на любителя. Так, мне они не очень нравятся по сравнению с конкурентами. Я помню, как даже несколько лет назад у меня было сравнение там каких-то колонок. И потом... Ну, там были Pionera S70 такие. По японским меркам недорогие, да. Бюджетные, студенческие, можно так сказать, колонки. Хотя они сейчас довольно дорого стоят у нас в России. И Pionera S70 был. И после него, по-моему, S50B был. И вот в Pionera такого... Ну, то есть, там есть свои достоинства, как бы, да. Но такого именно теплоты советской там нету. А вот в S50B это есть. И несмотря на то, что звук гораздо грязнее, чем у Pionera. То есть, в Pionera чистенький звук. Ну, такой. Без такого вот меда. А в S50B, вот оно есть. Как бы приятно. И слышать можно. Ну, как для своей цены, для начального уровня. Понятно, что там... Я имею в виду в цене, когда это стоит дешевле, чем... S90. Выбирая между S90 и S50B, если именно S90 четырехомные, ну, допустим, орбит или что-то. Это трудный выбор. По звуку-то оно примерно одно и то же, но в S90 будет больше масштаб, больше громкости, больше разухабистости. Короче, тут более по-взрослому, по-мощному. Но по SQVC S50B примерно так же, как S90 играть. Ну, короче, когда, если они одинаковые, стоят, это немножко странная ситуация. Оверпрайс. Но когда S50B стоит дешевле, чем S90, то это неплохой вариант. Вот так вот. Для интереса вот вытащил 35S1. Послушать. Ну, честно говоря, S50B мне нравится больше, потому что 35S1, они как бы больше танцевальные получаются. Хотя я вот думал, будет, может быть, даже лучше, чем S50. Для комнатного прослушивания S50 как-то поприятнее, помягче звучит. По памяти, по крайней мере. 35S1 более грубо играет. И по басам более грубо, и по SQVC даже вот хоть ставь на максимум, хоть на норму, то есть выключатели. Ощущение есть такое какое-то, что, ну, чуть-чуть что-то по ушам ездит. То есть вот, такой S90-чный. Издержки, так сказать, 35S-ов у них у всех такое. Присутствует, что вот, как будто бы в уши гвоздей напихали немножко есть. Несмотря на кобальтовые там басовики и все такое. Ну, это не кобальтовые реально. Так что вот так вот. Ну, зато такие тяжелые, солидные, большие. Весом. После S50B, конечно, весом они существенно больше. И S50B, они даже так сделаны, что их можно даже под стол запихать, так без проблем. А вот эта вот штука уже под стол по высоте она не пройдет. Ну, вот как и все S90. Если только на бок положите. Смотрите, для того, чтобы 35S-1 достать, ну, надо было выдернуть вот эти сначала, а потом 35S-1 там снизу лежат под ними. И теперь, так как я все обратно складываю, то думаю, а что бы я зацепил 35S-1, послушал, теперь еще вот эту штуку послушал, S90B. Хотя не планировал. Ну, понятно, что она здесь самая, как бы, классом выше всех остальных, но просто я вот в очередной раз убедился, насколько она лучше, чем другие 35S-ы. 35S-1, которая предыдущая была, это то же самое, что S90, может быть, даже чуть хуже, вопреки там общему мнению. Звучит. И вот, короче, ну, 35S-1 звучит, может быть, лучше, чем сегодняшняя Vega модернизированная, чуть-чуть. Ну, по СЧВЧ, наверное, получше. Но чуть ли не хуже, чем S50B. S50B мягче, да, я про это говорил. Мягче, лучше, как бы более адекватно. А 35S-1 звучит, как крикун, то есть, как какой-то вот, особенно на сравнении с другими колонками, слух разный, вкусы разные, да, там кому-то, может быть, наоборот, кажется S90B или S50B глухими покажутся, но по мне, так они ровные, как бы. Ну, если глухие, чуть добавил верхов там, как бы вот. А 35S-1, как и вся семейство вот четырехомных из 90, оно такое, как на картине крик, где вот, вот это вот такое, он орущий, как бы, у него какой-то вот дисбаланс звучания динамиков средних, высоких, оно все такое напряжное, орущее, крикливое. Ну, и это вот именно заметно, вот когда сравниваешь с чем-то получше, вот с таким, например. Эти гораздо приятнее. Сейчас их включил, и, ну, вот они для домашнего, то есть, 35S-1 и прочее четырехомные, они больше для танцев, то есть, врубил там просто, чтобы громко было эта дискотека. А эти штуки, их вот прямо дома можно так вечерком включить и наслаждаться, в принципе, звучанием. При наличии усилителя, который сможет, ну, как бы, прокачать нормально такого, ну, они же восьмиомные. Вот они очень приятненько звучат из 90-го. Сейчас сижу, и вообще совершенно другие ощущения, не то, что от 35S-1. 35S-1 это такой грубый какой-то, ну, звук такой, не знаю, неотесанный. А здесь прям все более ровно, более, может быть, не так сильно выпирает середина, хотя на 35S-1 я ставил и на регуляторы так и сяк, все равно, как бы, там это не помогает. А эти, они заново спроектированы, то есть, они на, они восьмиомные, у них 16-омные среднечастотники, там, 25-омные ВЧ, и это все вместе на новом фильтре. В итоге получилось очень даже мне, ну, нравится мне вот 90B, и 90, и 50B тоже нравится. Хорошая работа над ошибками, ну, и вообще, в принципе, хорошие колонки. S30B чуть меньше нравится. Это прямо вещь. А 4-омные это так чисто, ну, поугарать. Для гаража нормально, наверное, будет. Для громкости.